обращайте внимание но на самом деле внимание обратили все кто нужно прочитал и я вот честно говоря ничего в этой публикации нового не обнаружил думаю что и все другие тоже просто ну нужно было как-то от этого отодвинуться ну сказали что это вмешательство украинские хакеры наверно там повесили статью заняться им нечем чтобы вывешивать статьи за кирилл ну я думаю украинские хакеры бы повеселее бы написали информативнее вы говорите вот значит была реакция и статьи убрали значит реакция есть значит какие-то части игры прямо слои но какие-то части населения реагируют на это и понимают что это их деньги тратится что это их недостроенная больница улетела в качестве ракеты или школа лидну даже не одна школа потому что каждая ракета стоит миллионы долларов и значит вот эти настроения все-таки начинаются значит бурление происходит вот когда эта критическая точка эта критическая масса когда этот градус где он может произойти понимаете как мы говорим об очень активной среде даже среди ваты там есть какая-то кумулятивная среда она в интернете конечно потому что бабушка салихарди поправляя очки на резинке она не заходит в интернет и она в чатах не участвует социальных сетей не имеет тем более они большей части заблокированы фейсбук и твиттер например в россии заблокированы только через vpn можно зайти так что естественно это для определенной аудитории но она очень агрессивная очень активная эта среда помимо того что есть собственно профессионально работающие за деньги в этой среде но если те кто вот понимаете выпрыгивает из штанов больше чем нужно вот эта среда безусловно ватная она украинофобская она безусловно за войну но еще раз повторяю это феномен сознания их потому что они глубоко убеждены что это все должно делаться там я не знаю за деньги американцев за деньги украинцев но вот когда речь заходит вот вы вот вы лично должны там идти умирать они не как это мы умирать нет там за мой счет за мою пенсию за мои доходы нет реагировать они могут только в интернете то есть это не перекидываемый мостик на улице на красную площадь не вышли вот эти недовольные как это так наши деньги начали тратить и для того чтобы дождаться нужно не гипотетически в будущем увидеть связь этих потерь что вы будете хуже жить за счет того что мы будем осваивать регион который оккупировали а нужно прямо сейчас вот если им сейчас начнут задерживать пенсии скажут в этом месте вы пенсию не получаете или там зарплата снижает на 20 процентов не потом где-то а пока это еще вопрос ну некоторого отдаленного будущего деньги же триллионные не начались тратиться прямо сейчас то тогда у них возникает ощущение что но это где-то не с нами это еще может как-то решиться все-таки это эффект накопления то есть важно чтобы им прекратили давать пенсии там сказали ну вот месяц вы не будете получать все пойдет на за восстановление мариуполя там например да вот тем больше все равно все разворуют и кстати парадокс заключается тоже они знают что все разворуют понимаете вот вата которая еще и заплатит за это она дважды заплатит она заплатит за бог там знает что построит но еще и за то что чиновники украдут они сейчас все под санкциями много чего потеряют в виде активов на западе значит все будут компенсировать за счет русского вани понимаете накопление эффект возможен и безусловно бунт тоже не не исключен другое дело что его все-таки должны политически простимулировать какие-то силы все бунты в россии в 90-х годах например шахтеры били касками стояли на горбатом мосту время было другое но это тоже было проплачено понимаете тоже было инспирировано всякого рода деятелями из кузбасса которым было выгодно получить тарифы определенные от государства и поддержку угольной отрасли я ради примера это привел то же самое касалось и бунтов по социальной индексации там адресные когда переходили от сплошной этой социальной поддержки к адресные то же самое это простимулировано там частично коммунистами там некоторыми другими и так далее то есть нужно чтобы появилась все-таки оформилась политическая сила которая захочет использовать бунт своих целях вот это очень важно потому что сами по себе народ настолько разобщен и инертин что собраться вместе сказать а давайте выйдем кремлю потребуем чтобы деньги наши не тратились на восстановление донбасса или там за херсонщины или запорожье этого мы будем очень долго ждать лет сто потому что люди люди не понимают не чувствуют что это их деньги что настолько за столько лет еще советского союза людей нет понимания что нет никаких государственных денег это все деньги налогоплательщиков этого понимания нету это так и не было воспитано государство сознательно блокировала воспитание неважно ответственного ли гражданина налогоплательщика потому что оно какое-то общее какое-то все не мое вот оно где-то там макс захарчик да еще и для того чтобы люди не чувствовали что они владеют чем-то потому что и богатство ресурсы все вот так распределять между друзьями это не ваше ну да и как я когда они еще понимают что это их они могут качать права объяснять что господин полицейский получает зарплату из моих налогов да да так марк захарыч сегодня у нас была возможность пообщаться с максимом бакровским группа ногу свело вот он записал песню украина как вам я еще песню украины не видел но думаю знаю оппозицию песня рк замечательная он конечно очень талантливый автор очень талантливый рок-музыкант так что я сам к сожалению пока не видел видел что этот вышел клип но я его еще не успел смотреть ну вообще так сказать и сам он покровский он кстати внук самого знаменитого покровского между прочим и так сказать и шевчук из ддт и ряд других первоклассных рок-музыкантов они заметьте все оказываются людьми с очень большой совестью так что вроде бы как на него дело хотят возбудить за все по сумме понимаете так что скоро приедет наверно да нет он в нью-йорке сейчас поэтому уже и как бы и в общем можно да да я хотел спросить у вас как поменялась жизнь музыкально-медийная в целом в российской федерации вот кроме тех активных кто уехал там галкин пугачёва кроме тех кто с буквой z на лбу значит выступают лужниках и амину пополярные до заняли позиции а вот все остальные вот молчуны которые ну вот как бы ну никак не отреагировали в первый день повесили нет войне потом убрали вот как продолжается шоу-бизнес российской федерации вот концерты спектакли снимаются фильмы и сериалы ну ты вечерний орган не выходит вот что еще не формально все внешне сохранилось также как как есть то есть безусловно какие-то какие были там не за театральной постановки какие-то фильмы все еще по инерции выходят надо сказать что если мы говорим конкретно например рок-музыки то она померла уже очень сравнительно давно то есть мы имеем дело с каким-то авторскими авторскими коллективами авторскими номерами это какие-то отдельные проявления рок музыкальной культуры допустим да те же покровский живчук или там значит ряд других бедва например и так далее это культура бунтарская на какой была изначально потому что я с трудом себе представляю знаете рок за путина это ну я не знаю это как секс за импотентов приблизительно вот так это будет звучать поэтому на самом деле как рок музыкальная культура ее не существует потому что все вот то что мы кривляния видим с буквой z это вообще к полноценной культурной среде вообще рок музыкальной среде не имеет вообще никакого отношения там нет ничего что было бы ценно там ценностного содержания нет ни культурного не эстетического не в области искусства ничего не и надо сказать вообще все как это часто бывает в таких условиях она становится казенной потому что государственная культура она именно такая сейчас вся процентов на 90 это финансируемые государством патерналистской культуры которая собственно не порождает ничего ценного потому что ну подлинные шедевры возникает в разных областях именно на противостоянии на сопротивление а так сказать хоть литературу возьмите хоть кино но кино вообще в ужасном состоянии дичайшим потому что она сейчас полностью анонсируется государством она финансирует либо за липухи ура патриотические там типа крымского моста или что-нибудь подобное там памфиловца вот этого мединского либо либо это какой-то ну такой отсталый совершенно и по сюжетному контексту и по форме вещи которые просто для освоения денег уже давно нет никаких выдающихся работ это все просто осваивание денег бесконечно что касается шоу-бизнес он более специфический потому что но вообще россия не страна шоу-бизнеса в широком понимании это вообще не ее понимаете потому что ну как-то не задалось с этим вот поп-культура эстрадная культура это больше западом связано с английским языком с традициями и так далее стилем музыкальным и так далее а россия это не более чем способ развлечения ничего ценного не происходит не появляется все остальное на потребу здесь очень сильно вот то что называется заказом он и вкус заказ от вкусов идет на западе точно также это потребительщина но там это хотя бы высочайшее качество этого всего я сужу об этом потому что я как бы сильно погружался в это из-за дела пусирает вот мы там общались с разными видными детями вот я например участвовал в концерте рот ход чили пепперс и я участвовал в концерте питера габриэля в нью-йорке там поддерживали ему пусирает и я посмотрел изнанку эту культуру слушайте ну я правда видел и русских музыкантов например но это же убожество понимаете по сравнению с тем как работают западные звезды вы не представляете это же деревенщина страшная вот путин это и синоним этой деревенщины отсталости какой-то обскурантные заскорузлости и так далее вот сейчас это все пышным цветом расцвело вы посмотрите на персонажа который ездит в донбасс вот это же бездари окончательно какие-то мили какие-то кормухи на какие-то чечерины это же люди которые не произвели ничего кроме анализов понимаете вот это очень характерно для всей культурной эстрадной всякой другой жизни россии чем цена почему украине казалось бы но у тебя же не имперская среда не имперская культура национальная культура во многом почему например уж во всяком случае популярная культура сильно обгоняла украинское московскую по той простой причине что есть свобода вот и все никаких других объяснений здесь нет у них на телевидении там сказать пускают только тех кто с орденами народными артистами понимаете ну наверно в украине очень бы смеялись хотя об этом знают среди так сказать звезд и так далее внутри украины прекрасно знают об этой протекционизме там но этот протекционизм дошел уже до ручки для них путинское время самое прекрасное время можно ранжироваться получать свои бабки бюджетные и постоянно светить на телевизоре своим маленьким мордочкой марк захач еще короткий вопрос я оттолкнусь от открытого недавно вместо макдональдса вкусно и . вот в советские времена вот когда был информационный вакуум и потом уже после развала союза мы узнали что некоторые автомобили советского автопрома они были слизаны с западных значит моделей вот но мы об этом не знали ездили ездили вот потом уже значит стало интересно ну и вот сейчас обращаясь возвращаясь к макдональдс сейчас когда вот в антизападные такие настроения почему вкусно и . я сейчас даже не про логотип который они содрали копирует тоже меню то есть казалось бы антизападное настроение должно принести что-то новое отказаться от тлетворного влияния загнивающего запада нет же мы поменяем вывеску а вот все остальные булочки и пирожки мы оставим точно такие же мы признаемся что своего мы не придумаем а скопируем или своруем на американское западное нет тут как-то не поломалась немного логика а вот кстати вы по адресу обратились я сам родом из самары раньше это называлось город куйбыш куйбышской области он был закрытый город но в тольятти это где-то около ну может быть меньше 100 километров от самары как раз построили автоваза знаменитый его строили итальянцы из фиата завода фиат и первая модель автоваза это была модель фиат так сказать это общеизвестная история не просто все слышали они просто где-то по лицензии где-то игнорирую лицензию все что производилось на российским автопромом или там не знаю машинки зингеры украли там швейные дым все про холодильники малютка стиральные то все было не свое только это отставало лет на 20 на 30 чтобы вы понимали сейчас приблизительно то же самое что касается ресторанов быстрого питания вы понимаете как а придумать то как у них меню они назвали вкусно . потому шмочка а вы видели меню там бургер такой-то бургер секой-то а чё бургером называют это вообще название такое американо-немецкая а вот с чего это вы это сказать не назвали бутербродиком или там я не знаю каким-нибудь кулебякой просто во первых нет этой культурной традиции ресторанов быстрого питания в русской кухне вообще как бы ты там не искал блиныш что-то это невозможно это раз то есть просто нет этой культуры даже в имперской культуре русской кузин да ну понятно что она никогда не была высокой кухни имперская русская кухня она не высокой не мишлиновская кухня не гастрономия вот так там нету вообще традиции быстрого питания там нету это все закуски они под водку под спиртное понимаете собственно говоря ресторан быстрого питания построен на том что у них нет спиртного погодите очень скоро в этом вкусно точке появится и водочка и самогончик и наливочки и главным там будет именно опохмел а это все закончится потому что я видел что они там закрашивают пока остатки да продают они закрашивают на вон видите на этих на соусах закрашивают логотипы не макдональдса они по тем технологиям которые у них есть полуфабрикатов еще будут пока производить но знаете в чем особенность они начнут красть ингредиенты не докладывать делать не дисциплинированно это да продукт будет ухаживаться в качестве просто это видели много 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 раз все это дойдет в никуда и рано или поздно вы увидите обычную рюмошную в которой наливают ну и чем-то занюхивают к сожалению так повторялось многократно и я не думаю что здесь будет по-другому потому что на самом деле ресторан быстрого питания они-то думают что это набор продуктов мы его нарезали и положили нет это технология там же производится машины специально технологическое оборудование которое я сомневаюсь фанат макдональдса да но тем не менее я прекрасно знаю что это все еще и технологический процесс с чем всегда в россии было плохо понимаете марк захар да надо не доложить где-то да марк захар буду вас благодарить спасибо большое марк фегин был с нами на связи российский политический деятель макдональдс